Сергей Васильевич, 15 марта Федеральной налоговой службе было выдано свидетельство о регистрации нового юридического лица Управления Федеральной службы по ветеринарному и фито-санитарному надзору по Кировской области и Удмурской республике. Это объединенное управление возглавили вы, а бывшее управление Россельхознадзора по Кировской области, естественно, упразднено. В связи с чем и появились ли такие объединенные управления еще? Сейчас по всей Российской Федерации идет оптимизация службы Россельхознадзора. Я считаю, что за всем этим действительно стоит улучшение деятельности всей работы, структуры всей службы. Идет не просто огульное слияние, такое непродуманное, я считаю, идет целенаправленная, продуманная именно реорганизация терупров с оптимизацией структуры, штатных единиц, с улучшением функций. На территории Российской Федерации существуют уже объединенные теруправления, например, это Костромской области, Ивановской области объединенные теруправления. У нас, соответственно, происходит реорганизация управления Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской республике. Соответственно, выданные налоговым органам документы, размещение юридического лица. Это город Киров, великолепный проезд 8. Вчера вы фактически приступили к новым обязанностям и были в Ижевске. Вот как вы оцениваете потенциал влившегося в новое объединение бывшего управления Россельхознадзора по Удмуртской республике? Мы не первый раз уже в Удмурте находились. Это уже был, наверное, четвертый или пятый выезд с момента издания приказа Россельхознадзора. Идет работа с людьми, идет, соответственно, подборка кадров. Нужно постараться сохранить лучшие кадры, нужно оценить способность структуры к выполнению своих полномочий. Главное было, я считаю, в этой ситуации не ломать гров. Самое главное было очень пристальное внимание руководящих структур республики к этому происшедшему событию. За один день в предыдущей поездке состоялись четыре встречи. Это ГФРИ Удмуртской республики, это Управление территориального имущества, встреча с министром сельского хозяйства Удмуртской республики и с начальником главного управления ветеринария. Это все в течение одного дня. Вот такое пристальное внимание именно руководящих органов республики к тому происшедшему, оно возлагает, я считаю, на нас очень большую ответственность. Мы все-таки находимся на территории Кировской области и работаем здесь, но надо теперь не забывать о том, что у нас такая колоссальная ответственность появляется в республике Удмурти. Ну, то, что у вас забот прибавилось, это очевидно. А вот как действительно будет осуществляться контроль из Кирова за многогранной деятельностью Россельхознадзора одновременно на территории двух регионов? Мы вчера принимали людей на работу во вновь созданное управление. Через этих людей, а структура будет такая же идентичная, как в Кирове, мы будем осуществлять полномочия по Россельхознадзору на территории республики Удмурти. Сергей Васильевич Беляев. В 2001 году начальником ветеринарного отдела Комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской области. В 2003 начальником управления ветеринарией Кировской области. В 2008 руководителем управления Россельхознадзора по Кировской области. 15 марта 2013 года назначен исполняющим обязанности руководителя управления Федеральной службы по ветеринарному и физсанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской республике. Сергей Васильевич заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации. Награжден почетными грамотами правительства и законодательного собрания Кировской области. Администрации города Кирова. Женат, имеет сына. Что самое важное и значимое, вы бы отметили по итогам минувшего года в деятельности управления Россельхознадзора еще по Кировской области? Мы двигаемся вперед. Неделю назад в Москве пошла коллегия Россельхознадзора по Российской Федерации. По многим показателям контроля надзорной деятельностью мы смотримся довольно-таки очень серьезно и основательно. Поэтому я считаю, что те задачи, которые перед службой были поставлены именно в области контроля надзорной деятельностью, они выполнены. По многим показателям они превзошли показатели 2011 года. Например, даже по количеству проверок мы на 22% увеличили показатели в 2012 году. Мы увеличили показатели по количеству наложенных штрафов. Например, их было наложено в управлении в этом году, в 2012 году это 3,6 миллиона. Против 2,1 миллиона это прошлого года. Хотя я не считаю наложенные штрафы основным показателем деятельности управления. Самое главное это обеспечить безопасность Кировской области. Кстати, значит проверок в прошлом году региональным ветнодзором было проведено более тысячи проверок. А в сфере семенного контроля вы провели 785 проверок. А результаты каковы? Проверка проверки розы. Безусловно. Это самое главное, чтобы проверка не проводилась, я считаю, ради проверки. Очень важно, какой же результат. Так вот, процент тех проверок, которые проведены впустую и которые не принесли ничего, ни проверяющей стороне, ни той стороне, которую проверяют, такой процент количества проверок сократился по сравнению даже с 2011 годом, я не говорю о 2010-2009 годах. Сократилось количество внеплановых проверок. Такая тенденция с 2009 года, вот по управлению, мы ее придерживаемся. Внеплановая проверка – это экстренная проверка, которая проводится в случае какой-то экстренной необходимости. Но следует отметить, что несмотря на сокращенное количество проверок, количество нарушений осталось прежним. Оно незначительно меньше, чем в 2011 году. По ветеринарной службе составлено 631 протокол. Вот так, если задуматься, 631 нарушение в области ветеринарии. Это же, если по последствиям, это может быть катастрофическим. Нам очень осложнило работу отсутствие ДПС, Владимир Владимирович. На территории Кировской области осталось по существу два стационарных ДПС. Это Советск и вот со стороны котельничья под Кировом. Когда их было семь, мы, соответственно, были более закрыты. Около 30% нарушений, всего количества нарушений по ветеринарной мандзору – это ЗАО «Тандер Магнит», который перевозит транзитом грузы из Ижевска, Удмуртской республики, в Коми. И, соответственно, пост, который стоит у Кирова, все грузы через него. В итоге ЗАО «Тандер Магнит» – один из основных нарушителей, которые перевозят грузы, соответственно, продовольственные, животноводческую продукцию и, соответственно, несут угрозу не только Кировской области, а через все транзитные территории, которые проходят. 10% нарушений – это население, которое не выполняет, соответственно, противобезотических мероприятий. И наибольшее количество нарушений – это связано с предприятиями, которые производят животноводческую продукцию, реализуют ее, хранят. Это наиболее массовое нарушение, а значит, за этим стоит здоровье людей. Год назад в этой студии вы говорили о нависше над областью угрозе возможного распространения вируса африканской чумы свиней. 2012 год в этом отношении прошел спокойно, но вы все равно бьете в набат, заявляя, что план мероприятия по предупреждению и ликвидации вируса АЧС, утвержденный министром сельского хозяйства, на территории области выполняется не в полной мере. Да, мы не выполняем. В чем конкретно мы его не выполняем? Мы можем сделать на 99% все, что необходимо, и оставить 1% недоделов, и получим такие последствия для Кировской области. Я говорю об экономических последствиях, социальных последствиях и о политических последствиях. Если мы не предпримем мер, которые мы предлагаем, будет очень большая беда. Настрой понятен, но ведь есть конкретный план, и что-то в нем не выполняется. Что не выполняется? Я хочу сказать, что нельзя говорить, что мы ничего не делаем в области. Мы делаем очень много. В 2009 год мы имели 107 объектов, занимающихся развиноводством. В 2012 году уже 31. Только в течение 2012 года 5 предприятий, которые не обеспечивают все меры безопасности, они прекратили свою деятельность, как, соответственно, структуру, которой занимаются свиноводством. Из этих 26 полностью выполняют меры по обеспечению безопасности 12. А 14 на сегодняшний день учреждений не выполняют все необходимые меры безопасности. Что это имеется в виду? Это отсутствие дезабарьеров. Это отсутствие подогрева дезабарьеров в зимнее время. Это отсутствие ограждения. Это доступ посторонних лиц на территорию. А что же делать? Закрывать или перепрофилировать? Мы подготовили свои предложения. Вы, кстати, предложение направили Никите Юрьевичу Белых. Какова суть этих предложений? Мы подготовили письмо губернатору Кировской области с целью обратить его внимание на эту проблему. Я понимаю, что очень много задач других стоит. Но чтобы эта задача не стала потом первостепенной, мы предлагаем те меры, которые надо бы в области сделать. Которые делаются на территории Российской Федерации, на территории Белгородской области. Там 2 миллиона свинин. Там посчитали до последней свиньи, сколько находится на территории Белгородской области. Каждому поросенку присвоили индивидуальный номер. Это как в Европе, как во всем мире принято. Это учет поголовья, идентификация поголовья до последнего. То есть, если присвоен номер при рождении, можно потом проследить, какая продукция из этого будет сделана, куда она будет доставлена, кто ее съел, где она утилизирована. То есть, вот что такое идентификация. У нас в области учет не налажен. Поэтому мы это ставим в вопрос перед губернатором. Второе. Те учреждения, которые не обеспечили безопасность, они должны развивать альтернативные виды животноводства. Крупнорогатый, овцеводство, птицеводством заниматься. Мы написали об этом губернатору. Мы написали губернатору еще предложение предусмотреть выделение денежных средств. На условиях софинансирования помочь обеспечить безопасность этих свиноводческих предприятий, которые не сделали, по каким-либо причинам. Мне говорят, Сергей Васильевич, да как же, вот одни сделали, а они деньги потратили. А эти не сделали, потому что, и вот надо им деньги давать. А я считаю, для того, чтобы область понесла меньший ущерб, надо действительно на условиях софинансирования решить вопросы безопасности этих предприятий. И тогда область не потеряет столько. Сколько может потерять. Я пытаюсь уменьшить последствия от той беды, которая гуляет вокруг нас. Страна на сегодняшний день, за период 2007 по 2012 год, понесла ущерб в 30 миллиардов рублей от африканской чумы свиней. И самое страшное еще у нас, это у нас дикая природа. Вот сейчас в Тульской области, там уже очаг, он в дикой природе. Дикие кабаны валяются прямо в лесу. Нужно все сделать сейчас. Поэтому мы все вот это вот предлагаем губернатору. В прошлом году ваше управление проверяла комиссия Россельхознадзора из-за недоработок в осуществлении государственного земельного надзора. Вот каковы итоги той проверки и что уже сделано по ликвидации недостатков? Вот было в Удмуртии сейчас. И с землей там работать проще. Там сказал президент заниматься землей. И землей занимаются все структуры. Они занимаются введением сельхозоборотов, земель сельхозназначения. Едешь по Удмуртии, есть поля, но там, если есть местами заросшие леса, а в основном поля чистые. То есть они сейчас занимаются активно. То, что мы не доделываем, нам на это указали. У нас очень много земель выведено из состава земель сельхозобороты. Что делается сейчас? Сейчас у нас очень активно идет работа с муниципальными образованиями. Которые земли сельхозназначения у нас очень активно захламляются свалками. Это наша уже действительно головная боль и болезнь в области. И нам на это Москва указала. И мы очень активно занимаемся ликвидацией этих свалок. Мы же захламили землю себе на территории Кировской области. Если едете по дороге, вы же видите это все. Поэтому на это нам указано, на недостаточность работы с муниципальными образованиями. Мы сейчас очень активно это исправляем. И не цель наложить на муниципальное образование штраф. А цель для того, чтобы убрать эти свалки с территории земель сельхозназначения. Мы не занимались до 2012 года подсчетом экономического ущерба, который причинен землям сельхозназначения в связи с перемещением плодородного слоя. Вот ваша компания сюжет сняла про этих лесных копателей. Я видел, эти наши ели стоят под Москвой, продаются, которые вывозились, выкапывались и вывозились с территории Богородского района. Лунные кратеры? Лунные кратеры. Это ваша телекомпания, которая сняла. Я отвез, кстати, в Москву, в Россельхознадзор этот сюжет. Так вот, если штраф, которому вот этому копателю, он минимальный. Но если рассчитать экономический ущерб, который нанесен экологией Кировской области, землям сельхозназначения, так по одному копателю он составил 581,4 тысячи рублей. Сейчас у нас находится дело на рассмотрении. Строительная компания занималась строительством на территории Кировской области и нанесла ущерб плодородному слою землям сельхозназначения в пределах 67 миллионов рублей. Сейчас вот это дело находится в арбитражном суде. И вот здесь нам очень важно, не просто штраф в штраф, а если, допустим, эта строительная компания пойдет на рекультивацию земель сельхозназначения и устранит тот ущерб, который нанесла земля сельхозназначения, тогда и процесс закрыт. Можно восстановить штрафом, а можно восстановить через рекультивацию земель. И мы склоняемся к этому, что восстановить плодородный слой, привезти эти земли, чтобы в категории сельхозназначения снова, а это наш зерновой район, поэтому нам нужно, это обязательно, и это даже будет лучше. Деньги не деньгами, а вернуть в исходное состояние гораздо ценнее. Вернуть гораздо ценнее. Мы заключили ведь со всеми районами области соглашение. Мы сейчас вот выезжаем в Арбашский район, в районе сферовой совещания, и мы будем по землям рассказывать, за что мы наказываем, почему мы наказываем, и что нужно сделать, чтобы мы не наказывали. Вот в 2012 году мы начали делать упор в работе управления именно вот с таким уклоном, чтобы вначале научить людей, а потом, соответственно, уже принимать санкции. В рамках таможенного союза Россельхознадзор занимается инспектированием зарубежных предприятий по обеспечению гарантии безопасности продукции животного происхождения, в том числе завозимой в Россию. В прошлом году, насколько мне известно, вы были руководителем одной инспекторской группы. Вот каковы результаты прошедшего инспектирования за рубежом? Вы знаете, вот каждая страна интересна. Нас направили в Монголию. Очень интересная страна Монголия. Очень интересное отношение к русским людям. Какое? Мы шли к министерству. Нас трое. Мы идем, разговариваем. Идет навстречу пожилой Монгол. Он остановился, не дойдя до нас, наверное, метра три. Остановился, поклонился в пояс и говорит, русские люди, наши люди. Мы, соответственно, кланяемся в ответ, идем дальше. На русском языке говорит прекрасно. Учить, наверное, надо у него русский язык еще, как говорите. То есть, очень многие учились у нас в стране, очень многие учились в институтах Москвы, Харькова, Ленинграда они называют все равно. И вот у этого поколения очень хорошее отношение к России. Ну, про отношения я понял. Все-таки результаты вашей там работы. Мы проверили 19 предприятий. Из них 9 разрешено к допуску и к поставкам продукции. Не только на территорию Российской Федерации, а так как мы представляли три страны, соответственно, входящие в таможенный союз. Это на территории Российской Федерации, Белоруссии и Республики Казахстан. После того, как мы материалы в Центральный аппарат Россельхознадзора предоставили, они были направлены, соответственно, в Казахстан, Белоруссию. Они с нашими результатами инспекции согласились, поэтому продукция эта поставляется на территорию трех стран. И сейчас вот мы готовим окончательный отсчет в Центральный аппарат Россельхознадзора по результатам инспекции. Сергей Васильевич, на коллегии Россельхознадзора в Москве в конце прошлой недели, о которой вы, кстати, уже говорили, подводились не только итоги прошедшего года, но и как бы определялись дальнейшие планы на 2013 год. Вот что до конца года будет главным, приоритетным в деятельности Управления Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области и Удмуртской республике? Обеспечение эпизодического, экономического, экологического, социального благополучия Кировской области и Республики Удмуртия. Поэтому на сотрудников Управления нашего теперь совместного возлагается, я считаю, колоссальная ответственность. Я вот в этом вижу свою основную задачу – благополучие. Я думаю, что это ключевое слово сегодня нашего интервью. И я думаю, что немало вы сделаете для того, чтобы это благополучие было и теперь уже распространялось не только на территории Кировской области, но и Удмуртской республики. Спасибо, Сергей Васильевич, за интервью. Спасибо.